То есть бесконтактного воздействия. И на сегодняшний день, на самом деле, с музыкотерапией, как одним из элементов воздействия поющих чаш на человека, скажем так, это одно из тоже перспективных направлений. И что же, как же могут поющие чаши воздействовать на организм человека? Они очень хорошо могут воздействовать. Первое, это то, о чем я вам сказал. Физически это механический аспект. У чаши создается колебание, когда мы извлекаем из чаши вибрацию ударом. И при контакте с телом человека это колебание передается телу. Да, очень многие начинают по-разному говорить, очень разный подход и противоречивый. Но никогда не жалел делать денег на книги и всегда старался любить себя. И вот мне удалось купить библиографическую редкость. Аж с 1907 года сделал себе такой вот подарок сегодня. Ну, на день рождения, да? Руководство по вибрационному массажу. А на подходе еще две книги, которые про механический массаж, который описывает вербов в своих работах. И что интересно, вот буквально, да, аппараты и их употребление не подлежит никакому сомнению, что рукой, точнее всего, могут быть произведены все манипуляции массажа. Она лучше всего прилаживается к форме члена, причем характер и сила давления могут быть измерены самым точным образом. Для вибрационного, однако, массажа рука не так пригодна. Ею нельзя достаточно долго и быстро производить движение. Подобную работу мышцы не в состоянии производить, и нам приходится прибегать к аппаратам, число которых в настоящее время уже довольно велико. Это 1907 год работы. Поэтому я убежден, что поющая чаша – это один из элементов аппаратного массажа, который очень органично может вписываться в массажную практику, как в качестве самостоятельной процедуры, так и в качестве вспомогательного элемента, который можно интегрировать в практику, что я, собственно говоря, и делал, когда работал как массажист, как терапевт, еще и руками. Второй элемент – это музыкальный аспект. Это то, о чем мы с вами говорим. Это воздействие на центральную нервную систему через слуховой анализатор посредством гармоничного звучания. И на этот счет в России пока, наверное, все достаточно проблематично и сложно в силу того, что в специальности музыкотерапевт, ну, кстати, как и звуковой терапевт или звукотерапевт специальности, такой, ну, как бы, нет. Вот. При этом в мире, да, музыкальная, как бы, психотерапия развита интенсивно и широко. При этом музыкальная терапия, музыкальная психотерапия представляет собой один, как бы, одну из разновидностей арт-терапии, так же, как, там, песочная терапия, мандал-терапия, как изотерапия, достаточно объемный и широкий такой спектр методик, предложенных для работы и каких-то практик с, в случае, связанных с консультированием психиатрами или психотерапевтами и для коррекции каких-то состояний. Вот. И в данном случае могу только сказать, что так же он очень перспективен и интересен, потому что на сегодняшний день, допустим, в колледже, в США, в колледже Беркли есть очень интересная дистанционная программа по музыкальной терапии, в колледже, пардон, в университете Мельбурна очень интересная программа, ну, и там, и там, это, правда, как бы, английский, но, в принципе, заодно и можно хорошо язык подтянуть. Я, как бы, там проходил обучение и, в общем-то, могу сказать, что, да, учиться тяжело, но достаточно интересно. В Беркли достаточно простой такой подход. В Монреале уже серьезный, подразумевающий на выходе, если такую, в общем-то, достаточно объемную квалификационную работу. Вот. Третий элемент воздействия поющих чаш на человека – это психофизиологический аспект. Ну, это все, чем занимаются телесники, или, так скажем, то, что в психотерапии наиболее таким вот, как бы, образом связано, скажем, наиболее такая прямая связь – это то, что мышечный панцирь по райху – это то, с чем работают телесно-ориентированные практики, то есть тогда, когда через работу с телом появляется у человека возможность проявить и проработать какие-то состояния, связанные уже с его психическими реакциями, травмами и так далее. Ну, магический или эзотерический аспект тут, как сказать, я бы его сейчас назвал энергоинформационный, это вот то, что не кидайте сейчас в меня помидоры, так сказать, люди с высшим медицинским, физическим образованием и так далее. Как сказать, я за науку, но есть некоторые вещи, которые, как сказать, ну, они присутствуют в чашек, все равно куда их денешь. Вот, и они есть, они работают таким образом. Объяснить сложно, но, как бы, случаи есть. Это абсолютно не научный элемент, но он присутствует. И аспект резонансности – это то, о чем мы, как сказать, наиболее часто говорим, такое слово «резонанс». Вот, идея в том, что у каждого органа или клетки есть некая здоровая частота и есть некая нездоровая частота. И вот если на нездоровую частоту подавать здоровую частоту, что вроде как клеточка будет, так сказать, оздоравливаясь, подтягиваясь до здоровой. Проблема в том, что не всегда, так сказать, вот здоровая частота, да, с легкостью подтянет нездоровую. Может все пойти, так сказать, в резонанс, и не факт, что именно в резонанс имеется в виду, что могут вибрации вот эти вот так наложиться, Что, в общем-то, привести не к оздоровлению, а к разрушению. Вспомните из физики про взвод солдат, который, так сказать, проходил по мосту. И также, как же можно использовать поющие чаши, как они воздействуют на организм, мы с вами поговорили. Почему словосочетание массаж поющими чашами сейчас вызывает ухмылку у половины? Людей, ну вот как раз в силу того, что Непал, Индия на сегодняшний день очень доступные страны, чаши стали доступны, это все интересно. И в большинстве своем, как я говорил, люди не очень задумываются над тем, как что работает, просто берут и делают. Да, в Непале есть мастера, да, люди, которые именно работают с поющими чашами, показывая, обучая, как с ними работать и рекомендуют оздоровительные практики с поющими чашами. И большинство из них, в общем-то, имеют под собой какую-то логику, если ее очень глубоко разобрать и понять, что же с этим происходит, как это все работает. При этом объяснений оттуда фактически нет, и все считают, что нет никаких сложностей, купил чашу, звени по ней, ничего плохого с телом или с человеком не произойдет. В то же время, с другой стороны, да, при этом же все говорят, что, о, чаши очень сильно воздействуют на организм. Получается в какой-то степени противоречие. Если чаши очень сильно воздействуют, то, значит, подразумевается, что, в общем-то, ну, должны бы быть какие-то достаточно сильные противопоказания. Ну, не сильные, в принципе должны быть противопоказания. То есть, есть какие-то риски. Но при этом же направо и налево, да, мы везде видим в сети и вообще, как бы, в принципе, везде вот эти вот названия, виброакустический массаж, там и так далее. И смех-то весь происходит как раз потому, что массажем называют на сегодняшний день, ну, как бы, достаточно все, что, ну, удобно. Не сильно задумываясь над тем термином, то есть над тем, что же такое, в принципе, вложено в понятие массаж, каким образом это все было бы логично вписать и, как бы, понять, каким образом это используется. Вот. Потому и получается, что, ну, скажем так, вот есть выражение, да, что вместе с грязной водой вылили и ребенка. И вот получается много информации противоречивой, которую, ну, так сказать, серьезная официальная наука не воспринимает и в результате отрицает, как бы, и те элементы эффективные и безопасные и полезные для человека, которые есть на сегодняшний день. Что же научного в наши дни с поющими чашами? Ну, научного, научно доказано на небольшой, но, тем не менее, на выборке в, там, 35, по-моему, человек у нас был или 50, не помню сейчас уже точно, да, то есть это что, да, поющие чаши снижают уровень тревожности. И да, поющие чаши помогают в лечении расстройств сна. То есть это была, ну, собрана информация, она была проанализирована, вы можете познакомиться с ней у меня на сайте поющиечаши.рф. Там есть в разделе материалы поющих чашек, там есть статьи, в которых, ну, они, как бы, вот в чистом виде произведены. Да, выборка небольшая, да, действительно, достоверность, ну, скажем так, не самая высокая. Но при этом, опять же, что называется, ну, покажите мне вообще в принципе тех специалистов, кто какие-то методики массажа, представленные сегодня на рынке, представленные сегодня для дальнейшего обучения, преподавания и для реализации в качестве, как бы, вот массажных манипуляций. Покажите мне, где есть, на каких методиках есть исследования, которые можно почитать, с которыми можно ознакомиться и так далее. Покажите мне специалистов, которые научное обоснование какое-то этому приводят. То есть, ну, если данные есть, то, значит, ну, что их скрывать? Они должны быть в открытом доступе, потому что, на мой взгляд, наоборот, это как раз подтверждает, показывает, что можно сделать с той или иной методикой и что нельзя. Все остальное на уровне нравится-не нравится, сильно-не сильно. 20 лет назад антицеллюлитный массаж без синяков, это было, ну, как, за что я деньги отдала. Потом, к счастью, люди немножечко стали, ну, скажем так, более адекватно, ну, как сказать, воспринимать организм человека и манипуляции массажные, да, и то, что синяки после массажа стало уже расцениваться как негативный такой аспект, да. То есть, как, ну, цикл, как сказать, не цикл, а как замкнутый круг, когда синяк, то бишь гематома, ведет к нарушению тканей, ведет к нарушению целостности капилляров, вызывает отек, в свою очередь, который ведет к еще большему ухудшению трофики тканей, то есть, и как следствие, ну, как бы усилению синтеза. Я очень сейчас, как бы, так вот грубо говорю, очень объемно говорю. Да, я вижу в какой-то степени комментарии, я обязательно в конце постараюсь по мере сил на них ответить, либо, вот, как сказать, онлайн, либо я, ну, обязательно на них постараюсь написать. Поэтому все, что касается науки с поющими чашами, статьи, есть исследования, есть информация, на самом деле есть вопрос, ну, в том, как бы, где она есть и кто именно ей занимался. Я, например, знаю в Новосибирске одного специалиста с поющими чашами, кто писал квалификационную работу именно по воздействию дистанционных практик с поющими чашами, контактных практик на организм человека с позиции музыкотерапии. Это клинический психолог. То есть, я знаю в Москве человека тоже, который писал работу тоже квалификационную, заканчивая по психологии обучения, который писал работу о, сейчас скажу, по поводу, как бы, использования поющих чаш в консультировании. То есть, на самом деле, есть работы, много их, большинство из них из области психотерапии, так скажем, на сегодняшний день, ну, просто в силу того, что психологические тесты, они наиболее легко в реализации для оценки. Потому что для того, чтобы оценивать и набирать какую-то базу по каким-то другим критериям, в общем-то, ну, требуется и время, и силы, и, ну, как бы, ресурсы, как бы, и пациенты, и люди, которые, собственно говоря, это будут делать. Почему я говорю, нам удалось, мне удалось получить патент? То есть, как бы, здесь есть доля заслуги учеников, которые потратили время, потратили силы, набирая испытуемых, выполняя процедуру виброакустического массажа и собирая те данные. Потому что, ну, если бы вот из Кемерового ребят не было, кто бы очень большой объем работы смог сделать, то, конечно, было бы достаточно труднее. Именно поэтому я понимаю, да, мало кто сегодня занимается исследованием, в принципе, массажных технологий, потому что это все требует и больших ресурсов временных, и больших ресурсов финансовых. Просто констатирую ситуацию, не говорю про то, что там это вот, ну, как-то не оценивая. Чем поющие чаши могут быть полезны человеку в наши дни? Поющие чаши могут быть полезны и с позиции музыкальной психотерапии, и с позиции работы с физическим телом. Я уверен, что поющие чаши очень хорошо помогут, ну, как бы, в практике с физическим телом. Тем более, у меня есть, ну, мой эмпирический опыт тогда, когда я работал непосредственно с людьми с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И я интегрировал в обычные манипуляции массажные, в обычные алгоритмы и протоколы, также и виброакустический массаж в короткой такой версии. Но, конечно, здесь статистика очень, как бы, избирательная, очень небольшая, и она не подразумевает, ну, какого-то такого, ну, серьезного исследования. То есть, ну, субъективно, да, скорость реабилитации при проблемах, связанных, острых проблемах с опорно-двигательным аппаратом, после, точнее, при комбинации классического медицинского массажа с массажем контактным виброакустическим, оно, конечно, у человека улучшало и ускоряло скорость, как бы, реабилитации. Сказать это в цифрах достаточно, опять же, сложно, потому что у меня такой, ну, просто статистики объемной не было. Но несколько живых моих примеров, как бы, у людей, которым, скажем так, по их субъективным оценкам, чаще всего они проходили все эти проблемы, переживали эти проблемы с обезболивающими. Вот в тех случаях, когда я добавлял виброакустический массаж поющими чашами, им удавалось, ну, скажем так, либо уменьшить дозу обезболивающих, либо обходиться, в принципе, без них. Я про острые состояния, преимущественно связанные с нарушениями в области позвоночника. Далее. То есть, и с точки зрения психокоррекции, и с точки зрения воздействия на центральную нервную систему через слуховой анализатор, здесь я могу сказать, что, например, мы очень активно стараемся, когда приезжаем в Нижний Новгород, когда у нас есть время, посещать, скажем, ну, с благотворительными такими концертами отделение гематологии, отделение онкологии детской областной больницы. И мы вот для детишек, для их родителей стараемся проводить концерты, потому что, конечно, никто там не даст возможности проводить, ну, непосредственно контактную какую-то работу, потому что это, ну, скажем, чревато, вы понимаете, как бы серьезные режимные медицинские учреждения на сегодняшний день. Но с точки зрения арт-терапии, когда мы это озвучиваем как арт-терапию и проводим как концерты, как арт-терапию, вот ответ как на групповое воздействие, то просто, ну, как сказать, меняя определенным образом последовательность самой музыкальной композиции, которую можно делать с помощью поющих чаш, да, мы замечали, опять же, что у детей, как бы, и у их родителей можно и повышать, и, ну, как сказать, позитивный настрой, что ли, да, более как бы радостное такое состояние, а можно и наоборот, как бы сказать, в более, ну, не скажу, что в депрессивное, но в такое более... в менее радостное состояние тоже это можно сделать. И это, кстати говоря, тоже один из элементов, про который я говорю, можно ли навредить, можно поющими чашами, можно, если для человека с депрессией, в состоянии депрессии устроить красивейший концерт с поющими чашами, но, так сказать, не очень гармонично построив, не грамотно построив саму по себе процедуру вот этого концерта, в общем-то, можно запросто человека ввести не в радостно измененное состояние сознания, а в еще более депрессивное состояние, то есть доставить у человека, вызвать еще дополнительно более негативное, более грустное, более такие вот, ну, как сказать, расстроенное состояние сознания. Далее. Чакры, чаши, мантры, янтры. Верю, не верю. Ну, немножечко провокационный такой момент, и я прекрасно понимаю, да, что, в общем-то, на площадке Топспа-феста, ну, как-то, наверное, может быть, даже все-таки все более в научную такую тему, к чему чакры, наверное, и мантры, это как-то вот не очень логично вписывается, но здесь я что хочу сказать, что, да, в Непале очень многие мастера, они увязывают четко определенное звучание, определенную ноту, определенным энергетическим центром на теле человека, с определенным положением, так скажем, да, с мудрой, то есть с определенным положением, там, допустим, рук, которые замыкают, по их мнению, каналы и позволяют перемещать энергию, то есть как бы воздействовать дополнительно на тело человека. На этот счет, как сказать, верю-не верю, наверное, не очень корректный тоже, такой, как сказать, комментарий, такой вопрос, потому что для меня здесь вопрос скорее не веры, а, ну, как сказать, есть как бы часть элементов, которые очень хорошо и органично, опять же, имеют определенное объяснение, имеют определенную логику при этом, и, в общем-то, подразумевают, ну, вполне логичное применение. Просто, наверное, как бы сами по себе, опять же, термины, если их слегка поменять, то получится, что определенная гимнастика рук, да, она будет улучшать, может улучшать состояние человека. Визуализация определенного сакрального символа или определенного, в принципе, геометрического изображения тоже через уже зрительный анализатор может воздействовать на определенные участки головного мозга, вызывая ту или иную реакцию вплоть до со стороны и периферической нервной системы, в принципе. Про можно ли навредить практиками с поющими чашами я уже сказал, что да, можно, да, запросто можно, вплоть до, ну, как бы начиная от того, что у людей возникает достаточно раздраженное состояние сознания и заканчивая просто тем, что если, ну, самый простой пример, если взять поющую чашу, делать контакт на кровной поющей чаше и массаж области поясницы, и при этом у человека в почках будут конгломераты, то, в общем-то, запросто можно спровоцировать, конечно же, и почечные колики, и, в общем-то, проблемные состояния с почками, да, в принципе, с любой частью тела. Поэтому, конечно, в идеале имеет смысл опираться хотя бы на базовые показания и противопоказания к физиотерапии. Это я сейчас уже именно про виброакустический массаж. Соответственно, для дистанционно-акустических практик с поющими чашами, для музыкальной психотерапии там совершенно другие показания и противопоказания будут. Какие перспективы развития практик с поющими чашами для оздоровления? Они, на самом деле, очень большие, объемные и интересные, потому что на сегодняшний день, ну, что говорить, едим мы достаточно такие, в общем-то, пищу своеобразную, воду пьем. Неоднозначно хорошую, стрессы постоянно, напряжение, и любой экологичный способ релаксации, любой экологичный способ расслабления, любой экологичный способ снятия психоэмоционального напряжения будет перспективен, интересен, и особенно, если он легок в реализации. Соответственно, вот достаточно легко реализовать, как виброакустический массаж поющими чашами, если следовать, четко алгоритм процедуры, который вот заявлен и исследован, потому что, повторяюсь, как бы данные для патента, данные для статей, которые вот мы публиковали, мы собирали как бы из трех источников. Очень большую часть делали наши друзья из Кемерово, и вот остальную часть делал я, и делал еще один из учеников в Белокурихе. Поэтому везде, получается, как бы в сумме вот это все дало и там, и там, и там, и там достаточно большую эффективность, в конечном счете, которая статистически достоверно была подтверждена. То есть я вижу, что перспектива развития очень большая как бы в области и психопрофилактики, и психиатрии, и психотерапии, и в том числе при работе с физическим телом. Другой вопрос, что да, конечно, все требует дополнительных исследований, несомненно. А это требует ресурсов. Вот. Что я хочу вам показать, порекомендовать? Значит, давайте начнем с точки зрения, там, допустим, литературы, да, вот по поводу публикации. То есть есть вот несколько журналов «Символ науки», например. В нем есть статьи о применении поющих чаш в телесно-ориентированных практиках и в медитациях. Ну, то есть, как сказать, в медитативных практиках, которые очень прекрасно сегодня в психотерапии применяются и используются. Есть вот этот вот журнал, в котором мы публиковали обзорную статью по поводу виброакустического вообще воздействия, виброакустического массажа сегодня в мире. Это не касается моей методики. Это касается именно, в принципе, виброакустических массажей, виброакустического воздействия на человека. Далее. Еще две, как бы, книги. Это то, что уже было опубликовано в сборниках научных конференций, научных статей. Также связано с поющими чашами. Все они есть на сайте. Также они есть отдельно все собранные в книжке, значит, в книжке по сборник статей по поющим чашам. Эти книжки уже можно купить на сайте Ридера. Можете, с моего сайта есть прямая ссылка. Они печатаются по требованию и можно приобрести на сайте в электронном виде. Этих книг нет. Они есть только в печатном варианте. Для виброакустического массажа и для дистанционных практик есть вот такие учебные пособия, которые мы публиковали совершенно, ну, как бы, как полноценное такое, полноценное методическое пособие, которое, в свою очередь, включает в себя много дополнительных достаточно материалов. Как правило, они либо используются целиком в семинарах, либо они идут как дополнительные. Также по виброакустическому массажу эти пособия переведены на несколько языков на сегодняшний день. Это и английский, эстонский, латышский, испанский, итальянский, немецкий, французский. Что бы я вам рекомендовал, если все-таки поющие чаши у вас ассоциируются исключительно с Тибетом, то тогда бы я вам рекомендовал очень канон тибетской медицины, джудши. К поющим чашам напрямую никакого отношения не имеют. Там про поющие чаши ничего нет. Но это труд, который исторически изначально был написан на тибетском языке, к которому, в общем-то, обращаются все мастера. И, в общем-то, в нем есть очень интересные вещи, связанные с тем, что, например, четыре стадии определения, стоит ли браться за лечение. Отказываться от больных можно в двух случаях. Когда есть средства лечения, когда их нет. Не стоит лечить тех, которые ненавидят Будду, монахов и живых существ, вообще неблагодарных, не оценивающих заботы лекаря, торопливых, бедных, непослушных, подавленных духом, исчерпавших срок своей жизни и врагов, ибо можно испортить свои отношения с другими. Если средств нет от таких, лучше отказываться. Отказываться, ссылаясь на отсутствие средств от запущенных больных, от больных, охваченных девятью болезнями, обрывающими жизнь. Ну, на самом деле, здесь достаточно философские моменты разобраны, и в буквальном смысле разобраны моменты, имеющие отношение в принципе к оздоровительным и целительским практикам, связанных с тибетской медициной. И здесь слово «лекарь» обозначает того, кто лечит болезни, приносит пользу телу, того, кто обрушивает на болезни лечение и как отец опекает жизнь. То есть, я имею в виду, что это классика тибетской медицины. Говоря о цирийских практиках и Тибете, это очень такое интересное и полезное дело. Далее, «Искусство благой кармы» доктор Нина Чинан Цанг. Это практики духовные, которые рекомендованы для докторов и для людей, которые практикуют тибетскую медицину. Также доктор Нина Чинан Цанг. «Йога-звука». Это книга, в которой говорится о лечении мантрами в тибетской медицине, использовании дополнительных средств. И, ну, то есть, как бы, это на самом деле очень многие вещи пересекаются с тем, что, ну, скажем так, вот будет очень интересно почитать, что у человека, согласно тибетской медицине, пять чакр, пять центров тела энергетических, а не семь, как это представлено в индуистской системе. Далее, есть очень интересная, на мой взгляд, книга, ну, вряд ли ее найдете, это издательство «Наука», 1974 год. Называется «Загадка звучащего металла». Это о колоколах. И в данном случае очень интересно, ну, вот обратите, если внимание, да, вот здесь вот, например, вот рисуночек, не знаю, насколько его видно, вот поближе подвину, да. То есть, это фактически поющая чаша, только перевернутая и с ручкой. То есть, описывается история колоколов, описываются их характеристики, говорится о том, каким образом они производились, есть, как бы, и легенды, есть какие-то реальные вещи, есть названия того, ну, какие-то как части, то есть, все, что кому интересно, что-то связанное, вот, ну, скажем так, может быть, уже не с науки целительства, не с позиции целительства, а с позиции колоколов, как таковых. Из зарубежной литературы я вам хочу порекомендовать очень, конечно же, Франка Перри. Вот такая вот книжка «Гималайские звуки и поющие чаши». Это огромный такой труд, который, здесь все на английском языке, Франк Перри очень авторитетный, очень интересный человек, у которого огромное количество чаш дома, который не разу, пардон, один раз единственный выезжал, выезжал за территорию Великобритании, нам удалось, впечатлилилось с ним встретиться несколько лет назад и взять у него там мастер-класс по чашам, пообщаться, ну, как он их понимает. Ну, у него, конечно, более понятие такое духовное отношение к поющим чашам, чем это по-своему интересно. Также вот это вот «Митчел Гейнер», очень интересная книга, о тоже, ну, как бы, об оздоровлении звуком, ну, не только, он использовал поющие чаши в лечении онкологических больных, но в формате арт-терапии, то есть он их использовал для музыкотерапевтических практик и не использовал их контактно. Но в любом случае, тоже это достаточно интересная работа, описывающая то, каким образом можно использовать различные музыкальные инструменты, в том числе, для практик с пациентами. «Ева Руди Янсен», «Синджин Боулс», «Поющие чаши», это есть перевод на русский язык, ну, это одна из первых людей, которые, в общем-то, магические, мистические связи с поющими чашами, интересны для общего развития. «Аньки Хойзер», то же самое, тоже есть на русском языке, то же самое, тоже очень много интересных вещей, связанных в том числе с планетарными представлениями о поющих чашах. Далее, далее, далее. И вот книга про поющие чаши от одного из мастеров Непали, у кого мы учимся, и кого я в том числе считаю своим учителем, это Санта Рапи Шакья. У него очень интересные терапевтические практики с поющими чашами описаны. И эти практики, ну, как бы вот к разговорам, да, о том, что есть и дистанционные, есть и контактные, у них немножечко на Востоке другой подход, чем у нас к поющим чашам. У них очень многие практики не подразумевают, ну, какого-то, скажем так, как у нас, показания-противопоказания можно вредить, нет, они считают и воспринимают, как бы, и тело человека, и обучение, в принципе, ну, как бы, вопросы, почему так, а не иначе, задают только европейцы и преимущественно русскоговорящие путешественники, ученики и так далее. Потому что всем остальных, как правило, удовлетворяет ответ на вопрос, то, что, ну, как сказать, возьмите чашу так и сделайте так, там, и так далее. Вот. Резюмируем все сегодняшнее, да, все, о чем мы сегодня, ну, точнее, не мы, а я сегодня с вами говорил. Да, «Поющие чаши» – это и старая сказка, и современный метод лечения, потому что сказочного в них очень много, и именно это вдохновляет, впечатляет и позволяет с ними продолжать работать. Один, ну, как бы, два основных направления работы с «Поющими чашами» – это контактный метод воздействия и бесконтактный, то есть дистанционно-акустическая практика. Контактный метод воздействия – это фактически аппаратный массаж «Поющей чашей», а которым, как бы, «Поющая чаша» представляет собой аппарат для массажа, и бесконтактный – это то, что можно назвать, нужно, точнее, назвать, разумно назвать, музыкальной психотерапией с «Поющими чашами». В свою очередь, уже там более важны, как бы, акустические свойства и характеристики «Поющих чаш». Напомню, что кому нужна в электронном виде эта книга, пишите почту, и я вам вышлю эту почту в комментариях под этим эфиром, и я пришлю в электронном виде «Поющие чаши тибетской практики» вам на почту. Кому нужна, кто хочет в подарок эту книжку живую, как она есть, с моим, там, как бы, пожеланием, с моим автографом, то задайте какой-нибудь вопрос в комментариях, который, на мой взгляд, окажется интересным. Я сам решу, что там интересного. Вот. И в этом году, в любом случае, если не произойдет какого-то форс-мажора, вы можете, и я буду рад, встретиться и пообщаться с вами на Топспа-фесте в Турции. Независимо ни от каких обстоятельств, я думаю, что я там окажусь, и у меня будет возможность ответить уже предметно, если будет время, на те вопросы, которые у вас будут. Ну, собственно говоря, у меня, наверное, все на сегодня. Не знаю, что вам удалось или не удалось, или были ли какие-то вот дополнительно вещи, которые нам посчастливилось увидеть или нет. В любом случае, огромное спасибо вам за внимание. Я рад, что мне удалось в очередной раз рассказать о поющих чашах достаточно широкой аудитории. Я очень благодарен Андрею Сырченко, поскольку, ну, как сказать, он, так сказать, вдохновляет каждый раз меня, потому что я, ну, как сказать, достаточно хоть и стремлюсь к каким-то вот научным обоснованиям, исследованиям, там, вещам и так далее, все равно, конечно, чувствую немножечко такое вот со стороны официальной медицины, ну, скажем так, на мой взгляд, предвзятые отношения и вдохновляет, конечно, когда есть какая-то поддержка, есть интерес к тому, чем я занимаюсь и очень надеюсь, что это будет нам всем на пользу. До встречи в реальности и что еще хочу сказать, ну, собственно говоря, звучите позитивно и пусть у нас все будет хорошо. До встречи. Виктор Рогов из Нижнего Новгорода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова